Работает. Добрый день, Игорь Владимирович, идет запись. Мы начинаем нашу первую такую сессию. Камера у тебя остановилась. Я рад приветствовать всех участников сессии. Хорошо. Я понял, ты опять занят. Я извиняюсь перед коллегами, мы с Френдом Игорем давно уже на «ты». У меня завтра тяжелый день. У меня завтра ревизик. Нам едет ревизор, короче говоря. Ха-ха-ха. Ну, тогда камеру я твою отключаю. А, да. И мы продолжаем по плану нашей встречи. Итак, друзья. Основные новости. Как раз Игорь Владимирович был одним из тех поводов, которые сегодня я хотел бы вам представить. Новости в мире за неделю. Тут не только Mail.ru. И я надеюсь, что меня все-таки слышите. Василий Иванович, Солдаткин, похоже, тоже с микрофоном. Он с нами здесь очень хорошо. Виз. Василий Иванович, это вы, Кашлич? Да, это я, да. Видите, как слышно? Отлично слышно. Мы рады приветствовать президента нашей общественной организации про финал дистанционного обучения, Василия Ивановича Солдаткина. Кто не знает, доктор, профессор, легенда. Для меня икона отечественного дистанционного обучения. Надеюсь, Василий Иванович за это на меня не обижается. Я прошу быть со мной на связи любого желающего. Можно всем говорить одновременно. У нас нету здесь в нашей студии права на какой-то доклад непрерывный. Каждый может задать вопрос в любое время, что-то уточнить, дополнить, если что-то вам это надо. Итак, мы вот такую вот открыли i-революцию, i- это интернет, эмблема два человека и более могут говорить одновременно. Открытая студия, я уже сказал, с ней могут все разговаривать. Естественно, это по вопросам только онлайн обучения, дистанционного, электронного и все, что помогает или мешает в онлайн обучении. Революция, она бывает разная. Бывает революция, бывает контрреволюция. Мы будем говорить о том, что помогает развить и вперед. И это наша еженедельная программа действует в рамках нашего профессионального сообщества. Вы, наверное, уже об этом видели. Я пока еще мощные рассылки не рассылал сегодня. Первая наша встреча, она будет записываться. Ее могут посмотреть потом в Ютубе все желающие. Вот это, пожалуй, первое событие в мире ДО. Мы делаем акцент на отечественном ДО. И дальше я приготовил некоторые заготовые публикации, уже не открытые у меня. В частности, один из таких моментов интересных, корпорация Google, столкнулась с очередным скандалом. Ее обвиняют в незаконном сборе личных данных детей через ноутбуки. В данном случае ноутбуки Chromebook. Мы много раз говорили о защите персональных данных. И вот в очередной раз столкнулись с такой проблемой, что, опять же, для нас, и россиян, и русскоязычных коллег, да и не только русскоязычных, представляет серьезную проблему. Эта новость объявлена от средства массовой информации newton.com. Иногда она пишет, не очень конструктивный, на мой личный взгляд, но, тем не менее, я очень уважаю компанию этих молодых коллег, которые работают в этой же сфере анализа дистанционного обучения. Следующее событие, уважаемые коллеги, касается, опять же, Игоря Владимировича Белянина, вице-президент по направлению инженерная подготовка с применением дистанционных образовательных технологий. Кто не знает, он директор Центра дистанционных образовательных технологий не Загородского государственного технологического университета, не Алексеева. По-моему, я правильно назвал его название. Он начал говорить о том, что вот он занимается технического, извини. Технического? Извини, Игорь Владимирович. Одно из ярких событий, пожалуй, оно уже такое носит хронический, инновационный, новостной характер, его группа, его инициативная разработка, его такой оригинальный, цветочный, характерный российский дизайн. Он активно развивает на общественных началах применение платформы EDX, в первую очередь, в технологическом плане, и мы с ним сотрудничаем в плане методического, содержательного взаимодействия. И Игорь Владимирович, кто еще не в курсе, посмотрите, дает нам такие ценные подарки. Здесь не такое уж активное взаимодействие, хотелось бы большего, но это очень тяжелая задача, а на самом деле он сформулировал другую, пожалуй, новинку за эту неделю. О чем идет речь? Всем известен инструмент iSpring, он предназначен для создания различных интерактивных видов деятельности, с помощью любимого PowerPoint, в нем можно создавать тесты, различные ценные находки. Начал бы с такой, как бы сказать, узкой задачи импорт тестов из Вердов, когда их много, потом мы начали разбираться, в итоге он сам разобрался, как это сделать. И дальше произошло событие, которое является, пожалуй, знаковым для нас, в том плане, что оказывается в iSpring, сейчас я тут попробую найти, Впервые сумел решить задачу интеграции учебной активности между LMS, между инструментом iSpring, между различными видами задач учебной деятельности. Наш коллега Георгий Зурабович Ковалев, он сегодня здесь присутствует, не знаю, обещал подойти. Так вот, мы с ним сегодня пообщались и выяснили, что LRS, вот эта система синхронизации данных учебной активности, грубо говоря, когда мальчик где-то в горах, в ауле, без интернета вообще, выполняет учебные виды деятельности, проходит тестирование, какие-то решает задания, что-то размещает их. У него нет интернета, но когда он поднялся, грубо говоря, на какую-то высокую гору, где интернет есть, и все его устройства, все эти виды его деятельности зафиксировались в LMS. Это блестящее событие, это стандарт инкам, о котором многие говорят, но пока никто не показывает. Вот это событие произошло, и мы будем предлагать, уже отработали такой кейс, на следующую аэр-революцию мы покажем вам, как это работает. Когда на примере какой-то крупной нефтяной компании, это реально, происходит интеграция результатов учебной деятельности из устройства, изучаемого в систему, где можно анализировать, что он делал вне интернета. Вот это поразительное решение, там есть своя экономика, есть своя педагогика, мы представим ее в следующий раз, но это тоже одна из новостей, о которых я хотел сказать. А инициатором был как раз повод обсуждения ай-спринга с тестами. Это событие, о котором мы будем говорить в дальнейшем, если вас это интересует, прошу сейчас подтвердить, не интересует, прошу также подтвердить. Идем дальше по новостям. На этой неделе состоялся пятилетний юбилей известной компании, также вице-президент нашей общественной организации Светланы Павловой. Светлана Александровна, вот она с дочками ездит, привлекает и даже участвует в телепередачах по обмен опытом. И вот и состоялся пятилетний юбилей. Эта компания занимается вне формального образования, она оказывается отдельно для поступления, для сдачи ЕГЭ и так далее. Крупная компания, они применяют дистанционные образовательные технологии, и мы очень рады были поздравить Светлану Александровну. Она является магистрантом у Марины Ефимовны Валендорцевской, тоже, кстати, вице-президент нашей организации. Очень славные коллеги, поздравляем. Вот здесь Светлана Валерьевна Панюкова поздравляет, тоже вице-президент по направлению электронного портфолио. Это было событие, которое мы ценим и не забываем, что мы не одни в нашем государстве, в нашем сообществе. В прошлой неделе состоялось интересное, считаю, событие под знаком аналитического центра предправительства Российской Федерации, где коллега Александр Загоруйко представил нам интересный доклад с точки зрения понимания, как в государстве на уровне правительства происходит отношение к развитию дистанционных образовательных технологий. Кто не видел, здесь даже есть добротный пресс-релиз с ссылочкой, где находится подробный все PDF-файл. Там четыре мобильности, одна из них образовательная. Но здесь я бы, при всем уважении к нашим высшим чиновникам, прочитав этот доклад, не увидел никакого активного отношения к проблеме развития дистанционных образовательных технологий. И вообще дистанционного обучения. Там речь шла о том, что надо обращать внимание на эту угрозу, и все путется, все обсуждения вокруг массовых, открытых онлайн-курсов. Это не совсем объективно так, потому что в массовом обучении, мы не раз отмечали, педагогическое взаимодействие между обучаемым и обучающим реализовано очень слабо. Просто передать на откуп самооценивание, тестирование, изредка там преподаватель в этой массе что-то замечает, помогает. На наш взгляд, надо ставить вопрос более четко, говорить о малых, вот этих есть МОК, а есть СПОК, так называемый. Small Private Courses, Small Private Online Courses. Это не массовый, вот там действительно есть индивидуальный подход. То, что вот Василий Иванович с коллегами много лет занимается, то, что мы с вами также активно применяем, мы видим общение, где мы видим воспитательную функцию в массовых онлайн-курсах, вообще ее добиться невозможно. Мы можем вырастить каких-то, подготовить специалистов в чем-то, но говорить о воспитании личности в массовых курсах мы вряд ли сможем, и не скоро сможем. Тем не менее, это было событие, на которое мы обратили внимание. Состоялось также событие, это попытка Александра Вячеславовича Пининова нас пригласить на свою новую платформу, которая в очередной раз у нас не получилась. Я просидел там 15 минут, ничего не понял. Но тем не менее, это было событие, которое мы все-таки ждем от Александра Вячеславовича. Там были сбои, было пропадание связей. Вот мне бы хотелось потом послушать ваше мнение о том, как сегодня происходит наше с вами взаимодействие в нашей студии. Но тем не менее, это событие, которое еще на самом деле спит. И, наконец, событие от уважаемой платформы Mail.ru. Так, у меня откладочка куда-то затерялась. Кто читал, наверное, уже в курсе про то, что 4 года технопарк Mail.ru возрабатывал свое LMS и вот она у них теперь начинает появляться. Так, напомните, а вот Дмитрий Волошин. Он публикует такие новости на своей. Вот эта страничка, точнее, скина в Facebook. Вот их показатели. И они действительно представили описание отечественной системы дистанционного обучения или, как мы часто говорим, еще LMS. Вот они празднуют этот юбилей. Вы это, наверное, все видели. Много лайков, много таких вот цифр о показателях. Но когда я посмотрел описание, да, аналитика есть. Но вот он описывает, сколько училось в известных вузах. Но в описании, тем не менее, не хватает кое-что. Кое-что вызывает вопросы. Например, мобильное приложение для нашего партнера Universalium.org. Кто его смотрел? Я, например, смотрел точно. Это мобильное приложение работает неустойчиво. Много залов от потребителей. С видео не очень хорошо. Так что это хорошо быть партнерами. Но, да, ребята, видимо, сделали бесплатно. Но почему на топ-5 в Google Play вызывает вопросы? Тем не менее, мы поздравляем Мэлру и лично Дмитрия Волошина с его командой. Молодцы. Нечего тут скрывать. Это было событие. Пожалуй, больше таких ярких событий не было. Если не считать еще одно событие, которое обратил внимание. Это компания Stepik, тоже от Newton.ru, показала, как хорошо учителю осуществлять проверку тестовых заданий не вручную. И, конечно, для нас, профессионалов, это немножко вызывает удивление. Мы давно применяем тестирование с автоматическим проведением контроля. Вот это Stepik.org. Она отлично показала себя. Заняла первое место в курсе по статистике на конкурсе YouTube Ranch. Там, правда, тоже до сих пор непонятно. Так и не могут ответить на мои вопросы. Как это, контрольный тест за целую тему состоит из одного тестового задания. Никто не может ответить, почему. Тем не менее, вот факт состоялся. Были призеры, победители именно по этой платформе Stepik.org. У Stepik, как я обратил внимание, очень хорошо сделаны тестовые задания для проведения статистических, математических вычислений с оценкой погрешности. Это очень хорошо. Но когда я задал вопрос, а что в этом нового, ведь это уже давно придуманная работа других платформов, мне спросили, а в каких? И тут-то выяснилось, что не всегда те, кто пиарит, те, кто продвигает что-то, знают, что уже сделано другим не так. Вот, пожалуй, вот те новости, которые сегодня можно было бы отметить. Коллеги, может, у вас какие-то есть дополнения, может, какие-то другие более сногсшибательные новости слышали. Пожалуйста, можете их сейчас добавить или прокомментировать то, что вы услышали. Надеюсь, мой экран видно, мою камеру видно. Так, я не вижу, у кого включен микрофон. Коллеги, прошу подключаться. И мы идем по нашему плану. Итак, это был первый опрос о том, что мы хотели сегодня объявить. С точки зрения содержания программ, хочется добавить, мы будем объявлять в анонсах, что было за прошлый период, то есть обзор новостей. Мы будем говорить, что будет, вот я уже объявил, что в следующий раз одним из вопросов нашей сессии будет именно рассмотр бизнес-кейса от Георгия Ковалева. Он живет в Алма-Ате. Наш соотечественник, прекрасно говорит на русском, естественно. Вот он нам покажет кейс ЛНС, ЛРС, когда уезжают какие-то на вафту нефтяники, они там без интернета, но они продолжают учиться, а потом результат их обучения, допустим, по технике безопасности, это очень важно, синхронизируется и видят совсем, кому это надо. Вот этот бизнес-кейс у нас анонсируется на следующую, в следующую нашу студию мы будем этот кейс с вами разбирать, и вот такой порядок у нас с вами будет. Поступают предложения встречаться, но пока непонятно, зачем из Узбекистана, Алина Азимова, у нас предоставлен проект. Так, и мы переходим ко второму вопросу. Возвращаемся на нашу группу. Уважаемые коллеги, если посмотреть на активность нашей власти, мы здесь видим самую интересную аналитику, но хотелось бы обратить ваше внимание, что очень часто спрашивают, а где мне найти нужный вопрос, я уже забыл, и здесь есть поле поиска. Например, я хочу найти в этом поле, а и революцию, к примеру, прошло время, я ее хотел. Очень часто коллеги забывают, что есть такой поиск и спрашивают часто одно и то же. Вот я, пожалуйста, набрал слово поиски и быстро его нашел. Переходим ко второму вопросу с вашего разрешения. Это сравнительный анализ инструментов дистанционного обучения. И здесь мы будем взвешивать вопросы экономики и образования. Что важнее, что на первом месте, что на втором, или вот здесь нужен какой-то баланс, и чем его измерять. Вот это ВС означает против. Что важнее. Сравнительный анализ. Уважаемые коллеги, сравнительный анализ дистанционного обучения, это давно мы обсуждаем, пытаемся анализировать. Мы даже не пришли к единому пониманию, и возможно, это будет тема отдельной дискуссии нашей студии. Как выбирать инструменты. Началось с того, что мы все были немножко удивлены, мягко говоря, когда без всякого обоснования, без всяких комментариев нам сказали, что теперь есть национальная платформа, будет работать на DX. Мы прекрасно знали, что она недопереведена, что многие возможности в ней пока еще не настроены. Но, тем не менее, такое решение было принято, несмотря на то, что были другие платформы, другие инструменты, которые уже опробированы, уже всем известны и налажены. На каком основании? То ли из экономических, то ли из других каких-то интересов была выбрана платформа DX. Да, хорошо, что, слава богу, есть такие, как Эмир Владимирович, который открыто предлагает все. Он чем-то похож на наших коллег из Китая, которые сделали всю эту работу открытой вообще. У них EDX тоже применяется, но государство помогает всем вузам. Никаких там мораториев на разработке никогда не было. Там нет понятия, идеальный, лучший профессор на всю страну, который принимается как единственный по этому предмету. Там такого не существует. И вот, я говорю, мне импонирует активность Игоря Владимировича. Но совершенно непонятно, почему именно так была выбрана платформа, и так она работает в режиме закрытого развития, закрытой разработки. Наверное, по каким-то определенным соображениям нам все неизвестно. Что бы я хотел отметить, уважаемые коллеги, в части инструментов дистанционного обучения. Это платформа. Это примеры платформ GIPER метод, и тоже STEPIC платформа, и Moodle платформа, и EDX, какие у нас еще есть. Универсариум, 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 наши всем известные платформы. Google, школа в какой-то степени тоже является платформой, но Google находится за рубежом. Здесь есть определенное ограничение. Что выбирать, на чем лучше строить. И вот здесь мы должны вместе постепенно с вами выйти на критерий. И я думаю, что здесь мы уже давным-давно в нашей группе учились, что если говорить только о персональных, больших, малых онлайн-курсах, то EDX нам будет очень дорого и сложно примениваться. Судя по усилиям, которые требуются, по установке EDX, наладке, установке всяких дополнений, и даже таким программистам, как Белянину, тяжело, и постоянно какие-то возникают сложности, мы можем выделить только те инструменты, которые доступны в школе, если это школа, в вузу, если это вуз, и так далее, в компании. И здесь нужно брать то, что можно быстро взять, показать, применить. Например, мы часто спорили про платформу на... Вот Ковалев, Юргий Ковалев применяет... Сегодня поминал платформу, которая многие не уверят, что она является платформой. На самом деле она, вот я убедился, тоже хорошо работает. Так, вижу комментарий... Так, видео. Видео вы сейчас видите на экране, должны видеть, что я делаю. Здесь, коллеги, видео я не показываю. Вот степик мы посмотрели. Вот эти курсы степика. Вот если говорить о сравнительном анализе, нужно каждую платформу рассматривать окейно. И вот, в частности, про степик, про шаринг доски хорошо. Степик интересный старский, тестовые задания работают хорошо, но мы не видим тех моментов, тех форумов, древовидных здесь, или пока не видим. Мы не видим привычных видомостей по разным группам в одном месте. То есть для образовательной организации здесь сложно увидеть. Это вот так вот, мельком сравнительный анализ. Если мы входим на платформу универсариум, мы видим замечательный интерфейс. Но те, кто работает в дистанционном обучении давно, прекрасно знают, что интерфейс можно сделать любой. Вот, например, сейчас загружается платформа универсариум. Все тут интересно, например, показывается статистика записанных, даты, можно сразу записаться. Хороший лейтинг, просто замечательный. Но если подумать в том же Moodle или другой платформе, при желании тоже можно было бы сделать такой лейтинг. Мы не забываем, что универсариум получил хорошую подпитку в свое время. Не будем напоминать откуда, но мы знаем об этом. И если даже открыть универсариум и более глубоко посмотреть на него, здесь есть категории интересные такие всплывающие, опять же, это дело техники. Но как только мы начинаем делать какие-то фильтровки, у меня, например, возникают вопросы. Фильтр не срабатывает. Нажимая на фильтр, идет, сработало. Это нажал идет. И он предлагает записаться. Если нажимаю завершен. Он опять предлагает записаться. Но как я могу записаться на то, что завершено. То есть я вот обычный простой пользователь. Начинаю пытаться заходить поглубже. И вижу, что происходит что-то не то. Хотя внешне смотрится красиво. Если я включаю фильтр на сайте универсариума, начинаю что-то фильтровать, например, 3 из против. Вот я вижу один курс. Начинаю что-то понимать. Нажал на новый. Он не новый. Идет. Вижу, что ничего не идет. Завершен. Вот он завершен. Возникает дежавю. Я включил фильтр завершен. А он предлагает записаться. То есть вот такие маленькие мелочи вызывают недоумение. Что тут. Я уважаю Дмитрия Юрьевича Гужелю. Он очень много сделал. В том числе и для страны. Но в то же время. Так вот сказать. Что все тут понятно. Все хорошо. Пока сложно. Далее. Какие у нас еще есть платформы. Ну, гиперметод я сейчас не буду поднимать. Мы с Дмитрием Кречманом. Тоже Дмитрий Юрьевич говорит. Давно знакомые. Давно обсуждали. Я не нашел в его платформе ничего. Кроме вопроса цены. Я не помню какая у него цена. И какой состав. Но в принципе там все есть. Кто заработает. Там есть ценовая политика. Неплохая техподдержка. Но почему ее даже никто не рассматривал до сих пор. Непонятно. Есть и другие платформы. Про Moodle я наверное говорить. Особо-то наверное сейчас не буду. Все знают. Что я к тем не сторонник Moodle. Его евангелист. Но многие думают, что я другого ничего не знаю. Это не так. Так уж получилось исторически, что я связался с ним. И не только я. И вообще на первом месте по популярности стоит не DX и не Coursera. А именно Moodle. Алло. Но для меня например до сих пор загадки. Почему никто из организаторов нашей платформы так и вслух и не сказал ничего про Moodle. Что там были разговоры про интерфейс, про неудобства. Но если посмотреть на курс EDH, попытаться его создать, там неудобств не меньше, чем у Moodle. А может быть даже и больше. Ну вот если попытаться зайти на OpenEDX в плане сравнительного анализа, значит что Open адрес у Игоря Владимировича называется E-Drux. E-Drux точно. Точно. Кто подсказал? Я не подсказал. Ты подсказал. Молодец. E-Drux.ru Если посмотреть туда, там в принципе несложная. Хорошо, Василий Иванович, что сообщаете. Несложная интеграция, авторизация. Там есть некоторые были недоумения. Но можно зарегистрироваться быстро. Неплохо, кстати, идеальный Владимир сделал видеоролики о том, так это не мой компьютер, не могу сейчас сразу войти. Неплохо сделал, Владимир Владимирович, видеоролики о том, как разрабатывать. Вот первые шаги создать лицо. Вот это вот идеально сделал. Я посмотрел. Многое стало сразу понятно. А вот такие вещи, может быть, они хороши для программистов, как просто вставить ссылку на видеоролик, и без всяких айфрейм она будет превращаться во фрейм. Или вставить ссылку на картинку, она превращается в картинку тут же без всяких дополнительных обращений к какому-то хранилищу. Очень хорошо Илья Владимирович отметил возможность проведения математических имитационных экспериментов, физических имитаций. Вот мы видим здесь. Но это все было и раньше в МУДу. Почему-то никто или не спрашивает, или это было не надо. Очень трудно сравнивать. Подводя итог вот этого первого вопроса, сравнительный анализ, мы сейчас можем говорить только о том, по каким критериям надо оценивать. И вот мне кажется, и многим так вот так кажется, вот если спросить, кто из учителей или доцентов создал хоть один нормальный курс сам, вот в МУДу мы знаем массу примеров по России. Сейчас скажу про экономику. А вот примеров, когда школьный учитель или доцент, или кто-то взял и сам создал на ЕДХ, мы видим вопрос экономики. Нужны программисты, нужны дорогие, и Владимир не даст соврат, более дорогие технические ресурсы. Экономика начинает расти. У меня такое ощущение, что у нас платформа знала на то, что шла, когда брала систему, требующую больших вложений. До сих пор там работают программисты. Мы видим, какие там были затраты на создание. Представляем, какие там были затраты на создание учебного видео. Все это замечательно, но просто научить на курсах повышения квалификации, мы об этом говорили, доцента, который взял, пошел и сделал курс. Я, например, пока в это не верю, в Moodle верю. На КПК за 72 часа можно создавать, научить, и тесты водить, и тесты даже тысячами водить, там, пакетным образом, из Верда, и много чего можно другого, и файлики кинять, и видео. Там делается гораздо проще, на мой взгляд. Если вот Игорь Владимирович, уважаемый, будет возражать, что это не так. Это очень хорошо, когда возражать, когда есть дискуссия. Но сравнительно... Игорь Николаевич, я возражать не буду. Я привык все доказывать делами, а не словами. Поэтому у меня сейчас уже человек сел за курс, называется электрический аппарат, и он вчера увидел, поблагодарив за то, что мы, ну, где-то полгода тому назад снесли Moodle, потому что очень неудобные системы. А у него здесь все хорошо получается. Ну, получается или получилось? Ну, если он получил вчера только консультацию, он сказал, что он научился делать курс, и ушел. И вот я не могу же показать этот курс. Я думаю, что месяцок, у него как раз это в рамках курсовой проект магистра. Вот мы посмотрим, что у него получилось. Я думаю, что через месяцок или через определенное нужное время мы обязательно покажем результат E-DX. Это будет точно революция, которой еще не было в России, когда один пользователь без копейки, без подготовки взял и сделал курс. Пусть он будет не массовый, пусть он не будет там какой-то там супер структурированный, но у него есть структура по темам какая-то, есть задания, может быть, даже в качестве поддержки часть заданий по предмету, обязательно весь курс, но он работает, мы его покажем и скажем. Вот, пожалуйста, коллеги, вот она революция. Когда сами создают энтузиасты результат, который даже превосходит по качеству то, что создают ведущие вузы с большими усилиями и большой поддержкой. Вот, в частности, решение задач имитационного расчетного плана в онлайн с автоматической проверкой выставлением оценок, журнала оценок, это очень серьезный шаг. ЕЛНТУ.ру, это адрес сайта чего? Это адрес сайта, где будет формироваться этот курс. Замечательно. Я думаю, это будет супер событие, потому что пока я слышу только обещания. Можно научить кого угодно, покажите пример, это будет в будущем. Я верю всем в эти обещания, я понимаю, но, кстати, я посмотрел много курсов на нас платформе, и многие тоже коллеги это делали, вот такого вот имитатора, такого вот решения с проведением экспериментов с электрическим оборудованием, по физике, по химии, по математике, пока я не замечал на нас платформе ни в одном их курсе. Это еще дело будущего. Вот недавно беседовал я с коллегой Игорь Титов, он представляет самую корпорацию, которая представляет программу, который называется WebPager. Этот WebPager позволяет оборудование фирмы National Instruments подключать и проводить удаленные эксперименты. То есть, соответственно, пользователь видит на экране осциллограммы, может проводить какие-то воздействия еще управляющие, видеть отклик, результат. Но это совсем другая тема, это еще одна тема большая, которая называется имитаторы, эмуляторы, и, соответственно, просто удаленное управление объектами. Там есть большие тонкости, потому что там имеется, если мы говорим о управлении, то 10 человек одним телескопом не смогут управлять, правильно? Замечательно. По очереди каждой. Если есть идет агометация, то, пожалуйста, 10 человек управляет одновременно псевдообъектами. Вот это очень важно, Игорь Владимирович. В 2014 году, когда я был в Ворфу, там еще и выставка на конференции, тоже речь шла об услугах, ну, правда, очень, там, космические цены, по проведению таких удаленных экспериментов на имитаторах или даже на реальном оборудовании в удаленном доступе. И, кстати, так не особо я не увидел, чтобы воздействовать кто-то крутился. Хотя я смотрю всегда внимательно. Второй момент. Я видел и в Moodle есть такие плагины, естественно, там бесплатные, которые, правда, не всем сразу там по расписанию подключаются к важнейшему оборудованию, на нем проводят эксперименты, они заносятся в специальный журнал проведения экспериментов, и там можно анализировать. Но я не заметил у наших инженеров интереса к этим наработкам. Почему-то зарубежные коллеги там, на этом, активно сосредоточены, применяют, обсуждают на английском языке, разумеется. На нашей платформе я пока не увидел. Вот увидел сейчас от Игоря Владимировича живой интерес, потому что он работает с энергетикой, с сложнейшим дорогим оборудованием. И верю, что, вот, наверное, он даже обгонит коллег из нашей платформы в этом плане. Он-то... Надо быть скромнее. То, что я работаю с электроэнергетикой, эти задачи, называется телеуправление, они решаются, ну, лет, наверное, 50 или 60. Мы видим только по телевизору пульты большие, там приглашают нашего вчера. Путин выступал, запускал, соответственно, свет в Крыму, показывали подстанции, показывали пульты. Это все работает давно. А что касается интернет-обучения этому, то все-таки я вот как инженер считаю, что необходимо реально потрогать ручки, посмотреть, куда амперметр отклоняется, посмотреть, как оно гудит. И, не дай бог, оно взорвется, например. Надо это тоже прочувствовать. А иначе, ну, запустился двигатель в разнос. Если мы увидели это на компьютере, то нам ничего не будет. А если вы реально будете ухладывать машины, то надо будет бежать, прятаться и ложиться. Так, отлично. Если в инженерном музее, мы уже немножко начинаем нашу студию превращать живую студию, а не монолог одного человека, здесь я очень хорошо понимаю Владимир Ильича тебя. Для очников такие эксперименты могут быть блестящим продолжением того, что он потрогал, то, что гудело и видел. Потрогал... Пусть это наработит. Да. То есть, вот, отдача на самостоятельную подготовку, на выполнение РГР, лабораторок, можно, можно как раз вот такие вот дополнения, еды, я вижу, хорошо делается, дополнять то, что он потрогал в гудящем режиме. Вот о чем речь. Конечно, такой имитатор, вот, есть и более интересный. Нет, Юрий, вот, моя научная работа, которую я защищаю, называлась математическое моделирование преобразователя частоты на запираемых тиристорах. Для чего это было проделано? А для того, чтобы не сжечь дорогие приборы. Когда я ее развивал, каждый прибор стоит по тем деньгам, где-то порядка 10 тысяч рублей. Представляешь, самую голову сжечь? Вот, вот, вот. А когда ты делаешь на уровне математического моделирования, можешь здесь сколько угодно, и искать какие подходящие параметры. Но я всегда сторонник того, что в конце-то концов мы будем делать на реальной установке. Вот я запускал подстанцию, там, 10 киловольт, но никуда не денешься, оно должно работать надежно, хорошо и доброе. Отлично. Ну, здесь мы говорим, возвращаемся к тому, когда профессионалы спорят, оказывается, говорят об одном и том же. Имитатор имеет свое назначение, он не заканчивается обучением, он является дополнением к другим видам учебной деятельности. И вот здесь Михаил Николаевич еще дополняет в чате, и виртуальные модели тоже могли быть полезны. Они и у врачей, и у летчиков, прежде чем пустить в боевой полет, в настоящий реальный полет лучик на имитаторах. Это всем известно. И вот тут, возвращаясь к вопросу EDX, пожалуй, да, в будущем мы получим блестящие возможности по проведению таких вот видов учебной деятельности. Другой вопрос, можно ли массово чему-то в таком режиме научить? Это большой вопрос. Мы еще будем к этому вопросу возвращаться, и здесь мы говорим практически об одном и том же. Но то, что вот происходит наращивание возможностей в открытую, о чем речь? Игорь Владимирович, делать открыто. Он борется, он сомневается, он делится. Ему иногда помогают, и он рад этому. Вот это вот, пожалуй, и более... Вот пользуясь случаем, я хочу поблагодарить за эксплуатационные взносы, которые позволили продлить мою работу на полтора месяца. Потому что в одиночку, конечно, нести расходы тяжело. Я благодарен сообществу. Сообщество русский, народный, ИДИКС, оно небольшое, но я и не рекламирую, я не хочу случайных людей. Я хочу, чтобы были люди заинтересованные, там находились. Потому что, а зачем нам, скажем, люди, которые просто взирают? Интересно, когда люди подключаются, и мы это видим. То есть подключаются к дискуссии, поделятся проблемами. То, что это нужно развивать, я просто прекрасно представляю. Почему? По одной простой причине. Эта платформа, это шаг вперед вообще. Я не знаю, будет ли это ИДИКС, будет ли это какое-то другое направление, например, как там Мэйру уже развивает. Это другие языки программирования, это другие базы данных, это другой подход, и это хорошо можно увидеть. Если у нас установка Moodle занимает, ну, скажем, не больше гигабайта, мы займем на диске, да, то ИДИКС занимает 7. Вот честное слово, я еще до сих пор не разобрался, чего туда понапихано. Я знаю только одно, там есть компиляторы, там есть автоматическая программа проверки, любых других программ написано в других языках. Я когда ее устанавливал, у меня Фортран 77-й стал устанавливаться. Как ты думаешь, для чего? Ну, естественно, для того, чтобы потом человек написал программу на Фортране и смог ее скомпилировать, и посмотреть, правильно она сделана или неправильно. У других платформ этого нет. То есть мы просто сейчас находимся на том этапе развития, который называется начальный. А на начальном варианте, конечно, очень много проколов, очень много ошибок. Их надо исправлять. Но если мы вспомним, как развивался Moodle, а я его развивал в Кирсе, где-то 1,6. Вот завтра буду докладываться, что мы с 2006 года работаем. У нас коленинг-сервер в эксплуатации также с 2006 года мы его запустили. И параллельно обучали преподавателям Moodle. Я его устанавливал на внутреннем сервере, мы его смотрели. Так вот, в те времена, это вот как EDX сегодня. Ну что самое? Все идет, все изменяет. Сейчас Moodle совершенен. Самый замечательный вообще, самый LMS. А это только начинается, Юр. Так что поживем, увидим, как говорят. Я хочу сказать, вот Михаил Николаевич очень хороший добавляет, жалко, что нет микрофона у Михаила Николаевича. И смотрите, что происходит в наших вот этих общих делах. Действительно, если всем миром впрячься в EDX, как сделали в Китайской народной республике, все это можно было бы давно привести в нормальное соответствие. Вот действительно, я верю в EDX, если он был бы таким реальным, всенародным, национальным проектом. Почему-то вот экономика и политика пошла иначе. Создали закрытый мораторий, у меня звук есть. Меня слышно? Юрий Николаевич, я тебя прекрасно слышу. Не знаю, там Михаил Николаевич может... А, Василий Иванович. Я просто секундочку вот самое... Да-да, я тебя выслушал. Я очень рад, что ты поднимаешь первые эти вопросы в открытую в плане применения. И я сейчас тебя, конечно, выслушаю, но я вот почему-то тебя сравниваю с великим китайским народом. Вот ты весь народ только в России, который поднимает эти вопросы. Ну, я в Азии родился близок к Китаю. Хорошо. Юрий Николаевич, вот как раз поставлено хорошо вопрос, а почему нет своего? А вот смотри свое. Я знаю прекрасно хорошую, замечательную разработку. Называется 1С. У них даже свой язык. Почему оно пошло? Да потому что оно было очень нужно и востребовано. Востребовано всеми. Любая у нас фирма, большая или маленькая, требует бухгалтерии, бухгалтерского учета. И вот тут, соответственно, были и вложения, и, соответственно, была и продажа продукта. Теперь берем продукты, которые для образования но если я у вас прошу с протянутой рукой, ребята, помогите мне на проект, скажем, на месяц, на два там самая развиться, а дальше я еще не знаю, что делать. Вот она получается, система-то. А работать за бесплатно, ну, сейчас, извините, это я тоже самое на уровне хобби делаю. Вот. Ты делаешь на уровне, ну, где-то их бесплатно, я не помню. Ты делаешь на уровне энтузиазма. Ты делаешь где-то на уровне моральной поддержки сообщества. Пусть там не супер, но ты это делаешь. Ты работаешь на пределе. Это, дай бог тебе, здоровье. Ну, я не представляю пока на сегодняшний день, а может быть даже годы, чтобы мы могли позволить рисковать, тратить время наших коллег массом. Получается, вот у меня в УЗИ многие также работают на энтузиазм. И надо выполнять задачу. Ну, не могу я себе позволить сказать, идите и изучайте ВИДИКС. Потому что в Moodle проще. Да, она бесплатна. В Moodle проще. Он работает. Он постоянно совершенствуется. И вот здесь мы поступаем в конфликт со временем и с финансами. Наши финансы российские так вот устроены, что ВИДИКС это удел избранных, и дел супер-патриотов Родины, которые что-то пытаются здесь. Это рискованность. Поэтому альтернатива пока вот смотрится так. Для массовых онлайн-курсов в МИДИКС это здорово. Но для стоков, для небольших курсов, онлайн-курсов для ВУЗов, для школ, в МИДИКС пока так и не нравится. Вот, пожалуй, все. Мы к этому еще будем возвращаться, если кто-то хочет дополнить, я абсолютно уверен, что ИДИКС будет развиваться и будет работать. Но цена педы пока вот превышает наши человеческие возможности. Или, может быть, она жила. Уважаемые коллеги, мы хорошо проводим эту нашу сессию. У нас последний вопрос на сегодня это связь электронной педагогики. как развивается наша дидактика дистанционного обучения вперед или назад. Я скажу только несколько тезисов, вы можете меня корректировать. Я не вижу, вот Михаил Николаевич часто сокрушается, я с ним согласен, я не вижу такого уж существенного развития дидактики, педагогики, дистанционного обучения в последнее время. У нас не хватает теоретиков, у нас не хватает взаимодействия в этом плане, у нас не хватает действительно теоретически серьезных работ, не считая некоторых, которые уже, в принципе, остались в прошлом. Сегодня преобладает нахваливание самого себя, в том числе вот на уровне дидактики. Степик рассказывает о себе без сравнения с другими и говорит, как он хорошо. Мэлру говорит только о себе, потому что вот он как будто бы единственный в мире, хотя это не так. Вот дидактика, это больное место на сегодня. На нашей платформе мы много с вами высказываем недовольств, и оно, кстати, учитывается, мы слышим, как учитывается, что нельзя воспитывать специалиста без взаимодействия, пусть даже опосредованного, на расстоянии, вот в таком режиме, или формах, нельзя их просто бросать на самотек, чтобы они сами себя ставили до центра или проходили тестирование. Вот я думаю, что пока мы остановились, наоборот, может быть, нет, а может быть, все-таки мы идем назад. Мы берем самые примитивные педагогические технологии, пытаемся их применить массово в этих буках, без участия преподавателя, это вызывает угрозу. Это тренд, который нас должен волновать. Мы так потеряем наше поколение, если они будут сами себя воспитывать и смотреть только красивые ролики, читать какие-то тексты, не общаясь с профессором, так как сегодня общаемся мы с друг другом. Вот этот тренд, кстати, в завершении, я бы хотел на нашей первой сегодня студии сформулировать. Если вы хотите дополнить, пожалуйста, дополняйте, в следующий раз приносите микрофон, эта запись будет выложена в Ютьюбе, все ее смогут посмотреть, только без вот этих камер, там камер не будет, будет только наши голоса и то, что вы видите на экране. Кстати, можете на будущее также брать мышку, транслироваться что угодно со своего компьютера в обе наших студий, это будет интересно, это делается легко. Любой из вас может стать таким докладчиком, как и я. Уважаемые коллеги, я закончил на сегодня, всем благодарен, если кто-то хочет что-то добавить, высказать, пожалуйста, высказывайте, микрофоны у всех есть. Прошу ваши первые впечатления высказать на нашей страничке, мне лично не обязательно, можете поругать, можете посоветовать, но ваши впечатления и отзывы по первой нашей такой же встрече я прошу отразить на страничке, которую вы сейчас видите. Я благодарю всех, благодарю Михаила Николаевича, благодарю Василия Ивановича, благодарю Игоря Владимировича и желаю всем всего доброго до нашей следующей встречи в нашей Ай-революции. Всего доброго. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok